Он принял наше приглашение, он уже второй раз приезжает в штаб-квартиру Африканского Союза. И это, конечно, демонстрирует намерение России расширять свое сотрудничество с Африкой, с Африканским Союзом. Мы обсудили целый ряд важных вопросов. Прежде всего, хочу подчеркнуть, что Россия является старым другом Африканского континента. В свое время Советский Союз активно содействовал странам в обретении независимости. Тысячи наших специалистов получили образование в России и продолжают там учиться сейчас. Я думаю, что все это создало очень прочные узы дружбы между нами. По вопросам мира и безопасности, вы знаете, что Российская Федерация является постоянным членом Совета безопасности Организации Объединенных Наций. И в этом качестве Россия всегда поддерживала африканскую позицию. Сегодня, к сожалению, африканский континент стал театром различных угроз, террористической угрозы, радикальных групп, радикального исламизма. Речь идет и о африканском Роге, и регионе Сахара-Сахели, и Чад, Ливия. Очень серьезные угрозы миру и безопасности сейчас нависли над нашим континентом. Сегодня также стоит вопрос о финансировании миротворческих операций, которые ведет Африканский Союз. И несмотря на прочный, устойчивый характер мандатов, при этом отсутствует устойчивое финансирование. Именно по этой причине этот вопрос все еще стоит на повестке дня Совета безопасности ООН, и мы попросили активную поддержку Российской Федерации по этим важнейшим вопросам, в частности, финансирование Анисома, который вот уже 11 лет представлен в Сомали, а также деятельность Сахельской Пятерки. Мы также коснулись вопросов экономики и инвестиций. Африка, Африканский Союз приняло целый ряд мер, важных решений, в частности, на последнем саммите по созданию зоны свободной торговли на нашем континенте, о свободном перемещении лиц, имеющих африканский паспорт, также о создании механизма общего рынка в том, что касается авиасообщений. Все это позволит нам расширить африканский рынок, и мы, конечно, хотели бы, чтобы Россия, российские инвесторы также могли участвовать в финансировании этих проектов на нашем континенте. Мы также коснулись вопросов образования, они являются приоритетными для нашего континента. Как вы знаете, большую часть нашего населения составляет молодежь, они нуждаются в качественном образовании, в частности, по техническим, научным специальностям. И тут также мы обменялись нашими позициями. Россия готова работать с нашими университетскими структурами, чтобы мы могли вместе проработать вопросы образования. Мы, конечно, также коснулись целого ряда кризисов, обсудили их довольно подробно, а также другие аспекты международной повестки дня. Конкретные предложения были высказаны господином министром Лавровым, о том, что касается подготовки африканских кадров в дипломатической академии МИД, в частности, сотрудников комиссии Африканского союза. И мы хотим его за это поблагодарить. Я также получил приглашение от министра приехать в Россию. Я, конечно же, с большим интересом не могу сказать. Вопрос о международном руководстве, о мировых лидерах, вы знаете, является сегодня одним из важных для Африки. В Африке живет около 2 миллиардов людей. 60% тем, которые обсуждаются в рамках Совета Безопасности, касаются Африки. И поэтому совершенно несправедливо и непонятно, почему этот континент до сих пор не является постоянным членом Совета Безопасности. Вы знаете, это вполне законное требование африканского континента, которое мы высказываем на протяжении десятилетий. Но, как мы видим, пока никаких прогрессов здесь нет. И нам бы очень хотелось, чтобы все просто признали эту очевидность. Нельзя исключать такую большую часть человечества в рамках такой организации, как Совет Безопасности ООН, который занимается вопросами мира и безопасности. Думаю, что нужно подходить к этому более реалистично, справедливо и дать Африке ее законное место. В соответствии с тем, что было решено в рамках Африканского Союза, я говорю о консенсусе из Ульбини. И мы считаем, что Россия, которая всегда поддерживала законные отчаяния африканского континента, также будет поддерживать эту справедливую просьбу, чтобы в современном мире все более взаимосвязанном, интегрированном, чтобы все могли участвовать. Субтитры создавал DimaTorzok